всем привет никто не учит как справляться с тем что причиняет вам боль может быть вам говорили не плачь это все пройдет но ни одна из этих фраз вам не помогла более того эти фразы заставили вас чувствовать себя еще хуже поэтому сегодня мы поговорим про то как справиться с любыми обидами первое как отпустить обидное чувство для этого вам понадобится только карандаш или маленький объект который очень сложно сломать держите в руке и сжимайте как можно сильнее теперь представьте что этот объект ваши эмоции ваши мысли или тот человек который вас обидел сначала сжимать этот объект будет неудобно но со временем начнет причинять вам боль когда это произойдет отпустите и позвольте ему упасть на пол обратите внимание как вы смогли его отпустить то же самое происходит со всеми чувствами или людьми которые причиняют вам боль вы тоже их можете просто отпустить второе представьте как вы разговариваете сами с собой справиться с обидными чувствами поможет ваш разговор с самим собой когда вы говорите требуется какое-то время чтобы отреагировать на фразу иногда это происходит очень неловко и даже нелепо но осознание этих ситуаций это важная вещь стоять перед зеркалом и говорить самому себе о чем вы думали вы поймете как понижаете свою самооценку снова и снова не осозная этого третье прикрепите себя к настоящему другой способ справиться с обидными чувствами это привязать себя к настоящему это поможет вам забыть о прошлом тогда когда вы испытывали какую-то боль выберите то что вы хотите испытать течение недели например в понедельник вы контролируете дыхание во вторник как ваши ноги ступают по земле среду как вода течет по вашей коже когда вы моете руки посуду или принимаете душ сделать это же самое для остальной части недели это поможет вам оценить мелочи которые вы делаете и позволит вам отпустить то что причиняет вам боль именно это называется связь с настоящим держась за то что мешает нам мы не наслаждаемся мелочами которые мы регулярно делаем потому что все вращается вокруг этой воли которую мы можем отпустить в любое время четвертое поместите себя в худшую ситуацию много раз эмоции поглощают наше восприятие таким образом что нам кажется все ужасно вот почему вы должны постараться поставить себя в худшую ситуацию например вы и ваш партнер остались вы держитесь за отношения которые причиняют вам боль вам трудно покончить с этим иногда решение которое вы должны сделать ясно для вас но страх оставляет вас без сил и мешает принять меры хотя это сложно но нужно поместить себя в худшую ситуацию запишите все эти сложные ситуации и вы поймете что многие из вещей которые вы переживаете не так серьезны для каждого ответа попробуйте указать причины по которым вам будет больно в некоторых случаях вы не получите разумного ответа пятое существующий вопрос держитесь за то что вызывает у вас боль и вы будете страдать поэтому все способы решения проблемы которые я рассказал могут дать вам лучшее понимание всего что происходит с вами и как следовательно помочь вам принять правильное решение представьте чтобы вы спросили у кого-то кто прошел то же самое что и вы представьте что ваш друг живет такой же ситуации что и вы ответ на вопрос который вы задали будет применен и к вам этот вопрос поможет вам открыть глаза люди склонны держаться за боль заставляя превращаться в страдания ирония заключается в том что мы можем отпустить ее когда захотим но для этого мы должны осознать то что мы делаем